Девушки отдыхают Девушки отдыхают В этом момент вы можете заметить, личный состав единовременно ведет огонь с различных видов оружия по условному противнику. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И действительно, скорость здесь ключевой показатель. Не успевает первая группа дойти до конца, как ей на пятки наступает вторая, а затем и третья. Столь тщательная и упорная подготовка – необходимость. Если в мирное время пограничники стоят на страже нерушимости границ, то военная – именно они первые принимают на себя удар агрессора. Поэтому известное выражение про то, как тяжело бывает в учении, здесь актуально как никогда. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают После того, как они заняли свои позиции, командир группы дает необходимые указания, и подразделение готовится к атаке. После того, как командир удостоверится в том, что все приготовления завершены, дается команда. Подразделение – в атаку, вперёд! И уже затем военнослужащие выбираются из окопов и приближаются к условной линии огня, к противнику. Девушки отдыхают 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 Кроме того, даже при попадании на мину, его броня способна защитить экипаж и личный состав от травм. А если пуля попадает в колесо, у данной машины имеется функция восстановления колес. В таком случае машину можно заново заполнить воздухом прямо из кабины, и автомобиль может вновь продолжить свое движение. Давайте попробуем поуправлять этой машиной и посмотрим, как это происходит. Это шлемофон. При управлении машиной вы обязательно должны его надеть. Во-первых, там установлен специальный наушник, с помощью которого можно переговариваться с экипажем других таких машин, постоянно находиться в контакте с другими подразделениями. А во-вторых, при ударе он защищает водителя от травм. Насколько тяжело управлять этой машиной? Машина турецкого производства и рассчитана в первую очередь на то, чтобы максимально быстро доставить личный состав на поле боя. Соответственно, водителю должно быть удобно ей управлять. К слову, она используется как в полевых, так и в городских условиях. Мощность 190 лошадиных сил, а скорость она способна развивать до 100 км в час. Давайте попробуем ей поуправлять. Пока что это не сложно, как обычная машина. А как вообще проходит процесс выстрела, когда нужно поразить какую-то цель? Максимальное расстояние для стрельбы до 7000 метров, но для 100% поражения противника необходимо как минимум 3500 метров. Кроме того, он может уничтожить броневую технику вражеских войск с расстояния до 700 метров, а также воздушные цели с расстояния до 1600 метров. Для того, чтобы провести выстрел, необходимо подняться наверх через этот люк. Стрельба ведется именно с этого положения. Для этого мне нужно будет снять шлемофон и одеть каску. Пулемет уже заряжен. Все, что мне нужно сделать, это снять его с предохранителя и открыть огонь. Даже одиночный выстрел из данного пулемета способен заставить содрогнуться и бывалых офицеров. А наступление – зрелище и правда достаточно устрашающее. Тем более, что до того, как в ход пустят уже известную нам «Кобру», свое слово должна сказать вот эта зенитная установка. И только после этого наступающие войска на бронеавтомобиле выдвигаются вперед. Затем личный состав выстраивается в линию. Каждый четко знает свое задание и ждет команду «Открыть огонь». В зависимости от условий боя и рельефа выбираются различные положения для атаки. Какие, например? Могут разделиться на группы. Одна группа осуществляет прикрытие, другая в это время движется на 20-25 метров вперед. Затем они меняются между собой. Многое зависит от рельефа. Часто используются естественные укрытия. Если же по мере приближения к противнику местность открытая, могут продолжить движение ползком или же вести огонь с колена. В настоящий момент вы можете заметить, личный состав единовременно ведет огонь с различных видов оружия по условному противнику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот как это выглядит с ближнего расстояния. Открывается огонь на поражение всеми имеющимися средствами. Снайпер поражает в первую очередь наиболее опасные и важные цели – вражеских гранатометчиков, пулеметчиков, а также командный состав противника. В то же время наступающие гранатометчики и пулеметчики следят за ходом боя и бьют прямой наводкой с предельной точностью, тем самым не оставляя ни единого шанса бронированной технике и живой силе противника. Если я правильно поняла, они открывают огонь, продвигаются вперед, занимают заново позиции и заново открывают огонь. Именно так. Кроме того, существенную поддержку оказывает имеющаяся техника. Как вы видите, с помощью крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобиле, подавляются огневые точки условного противника. А затем, когда до вражеских войск остается 25-30 метров, на полной скорости войска бросаются в атаку. Гранаты забрасываются в укрытие противника, и уже находясь в непосредственной близости, как с помощью оружия, так и в одиночном бою, так и с помощью гранат войска противника ликвидируются. Выступая как единое целое, подразделение является собой мощную, разрушительную силу. Здесь нет места лишним движениям и ошибкам. Никто не замешкается и не будет суетиться. Ведь они знают, что на их плечах важная задача. В случае любой провокации, диверсии, попыток незаконного пересечения границы одиночными лицами или террористическими группировками, эти ребята показывают, на что способны пограничники Азербайджана. Учения, что нам удалось увидеть, в очередной раз доказывают. Любое испытание они выдержат с достоинством. Азербайджана КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok